Мистер Бёрк Разве ты не видишь? Ты свободный агент. У тебя здесь нет привязанности и никакого интереса к делам этого поселения. Мегатонна для тебя ничего не значит. Я представляю некоторых заинтересованных лиц, которые считают этот город, эту мегатонну, досадным пятном на цветущем городском пейзаже. Если это поселение вдруг исчезнет, да кто это вообще заметит? Уж, конечно, не мы с тобой. Мистер Бёрк И я тебе заплачу. Очень щедро. Что скажешь? Отлично сыграно. Плюс пятьсот крышечек к основной плате, когда мегатонна будет лежать в развалинах. Вот импульсный заряд. Помести его в бомбу. Потом отыщешь меня в Тенпенни Тауэр. Это к юго-западу отсюда. Достаточно далеко, чтобы взрыв нам не угрожал. Не ошибешься. Вопросы есть? Не хватает образования, да? Тебе и не надо ни в чем разбираться. Просто прикрепи импульсный заряд к детонатору. Если зайдешь в тупик, поговори с Лео Сталом. Возможно, у него найдется что-нибудь тебе в помощь для сосредоточения. Репутация у него соответствующая. Категорически исключено. Городок, люди, это все едино. Жертва во имя светлого будущего. Уверяю тебя, мертвыми они стоят в десятеро дороже, чем живыми. Не стану тебя задерживать. Привет. Рада снова тебя видеть. Девушки отдыхают. И все будут ослеплены его сиянием. Все будут оглушены. Да, черт возьми. Ты тут впервые, верно? Меня зовут Лео Стал. Очень приятно. Очень приятно, да. Проклятие. Кто тебе сказал? А, то есть, я понятия не имею, о чем ты говоришь. Я могу тебя подзаправить. Надежного пушера в этих краях найти нелегко уж, поверь мне. Я торгую только после смены в латунном фонаре. Если что понадобится, ищи меня у водоочистной станции. Слушай. Оставь свои дерьмовые мнения при себе, ясно? Просто ничего не говорит Женя и Энди, и проблем не будет. Ха-ха-ха. Ну, по-разному. Я просто не скучаю. Но вообще-то это не твое дело. Позже поговорим, приятель. Позже поговорим. Эй, привет. Что, что он тебе пообещал? Ах, никогда он мне не нравился. Господи Иисусе, дай сюда эту штуковину. Пойдем отыщем этого Берка. Сейчас ты увидишь правосудие пустошей в действии. Уфа. Покупите себя его сияние, почувствуйте его сияние и разделитесь. И да не будет слез, ни скорби, ни страданий. Потому что... Эй ты, Берг, что ты делаешь в Мегатонне? Прошу прощения. Шериф, что ты там разоряешься? Ты прекрасно знаешь, о чем я. Бомба, ты хочешь ее взорвать. Ты что, в конец ряхнулся? Шериф, боюсь тут какое-то недоразумение. Кто-то распускает нелепые слухи. Я непременно выясню, в чем дело. Лично. Отдохни в Кутузке, Берг. По крайней мере, до тех пор, пока я не разберусь, что тут творится. А я боюсь, что вынужден вам отказать, шериф. У меня есть более насущные дела. А теперь с дороги. Это не обсуждается. Ты пойдешь со мной. И почему вы, громилы, так любите все делать по-плохому? Очень хорошо, шериф. Введите. Я знаю, знаю. Это была очень большая ошибка. Будь осторожнее. Ты пожалеешь о своих действиях. Эй, привет. Рада снова тебя видеть. Чем я могу тебе помочь? Ходить будешь? А? Привет, Дженни. Это немощное тело. Я молю тебя сделать меня твоим сосудом. Вести меня в своем великолепии. Разделить карет. Узрите. Он приходит... Папа мне рассказал о твоих планах разрядить бомбу. Он передал кое-что. Это может тебе пригодиться. Ну... Теперь папы больше нет. И я даже не знаю. Папа всегда говорил, что однажды мне придется самому заботиться о себе. Прости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Эй! Говорят, ты прямо из убежища? Давно никого оттуда не встречала. Рада встрече. Меня зовут Мойра Браун. Я держу магазин на кратере. Но основные мои занятия – механика и исследование. Вот, слушай. Я пишу книгу о пустошах. Было бы круто вставить туда вступление, написанное жителем убежища. Выручишь меня, а? Кажется, припоминаю девушку, которая в нем пришла в город лет 10-12 назад. Я предложила ей бронировать ее костюм. Больше ее не видела. Наверное, погибла где-нибудь. Бедняжка. В определенном смысле, именно она натолкнула меня на мысль о книге. Костюм твой, если поможешь мне. Отлично! Расскажи-ка, каково это – провести всю жизнь под землей, потом выйти наружу в самый первый раз. Расскажи что-нибудь. Ну, чтобы достать еду, здесь приходится слегка поработать. А хорошую воду найти еще сложнее. Скоро все поймешь. Вот, возьми этот бронекостюм. Кормить он тебя не будет, но зато и ты не станешь кормом для чего-нибудь. Или кого-нибудь. Это отлично подойдет для книги. Кстати, хочешь помочь мне в исследованиях? Это будет весело, а я еще и заплачу. Давай посмотрим. Воздействие радиации, испытание экспериментального прибора и... Врать не буду, немного чтения. В общем, в таком духе. За это все могу заплатить крышками, лекарствами и всякой химии. Может, подарю парочку уникальных изобретений, если будет за что. Устраивает? Ну, там же на пустошах опасно, верно? Людям очень пригодится сборник хороших советов. Что-то вроде пособия по выживанию на пустошах. Мне для этого нужен помощник, чтобы испытывать мою теорию на практике. Не хочу, чтобы кто-то пострадал из-за ошибки. Никто не любит, когда это случается. Нет, тогда они так орут на меня. Очень злыми, злыми словами. Ну, крышки, химия, препараты. Может, подарю парочку моих собственных изобретений, если будет за что. Я уверена, что-нибудь интересное для тебя найдется. Немного изобретательности и любую кучу мусора можно превратить в гору крышек. А мусора у нас предостаточно. Ну, поможешь мне? Ну, тогда ладно. Ну что ж, думаю, первая глава будет рассказывать о том, как выживать среди ежедневных опасностей. Где можно и где нельзя искать пищу, чем опасна радиация, как не подорваться на мине и даже как получить с нее прибыль. О, забавно звучит, да? Что ты хочешь сделать сначала? Ну, еды и лекарств. Рано или поздно они потребуются каждому, правда? Так что нужно найти закрома, где они лежат. Неподалеку есть старый супермарт. Мне бы узнать, сохранились ли в таких местах продукты и медикаменты. О, прекрасно! Еда самая важная. Но если найдешь лекарства, будет совсем хорошо. А если там ничего нет, постарайся хотя бы вернуться в целости и сохранности. Ладно? Ну, как твои раскопки? Удалось достать продукты и медикаменты из супермарта? Нет, не хорошо. Каждый день, что ты отлыниваешь от исследовательской работы, кто-нибудь может умереть. А без исследований я не могу писать, потому что тогда люди прочтут плохие советы и тоже умрут. Так что за работу! Конечно, я просто как открытая книга. Что ты хочешь узнать? Ой, у меня нет и десятой доли твоего опыта выживания на пустошах. За половину таких выходок я осталась бы без головы. По крайней мере, ты, кажется, можешь за себя постоять. А я гожусь только на то, чтобы выдумывать планы и возиться с барахлом для караванов. О, а то я не знаю. Я вот подумала, я все помогаю караванам, вожусь со всяким мусором. А ведь мой ум мог бы помочь всем остальным. Мой ум вместе с твоим опытом, заключенные в руководство, спасут в десятки раз больше жизней, чем эти жадные торговцы. Вот это правильный подход, мой верный ассистент. Ну, разумеется. У меня есть чертеж устройства под названием «Ракетка». Я к нему еще и все детали продаю, так что можно собрать собственное оружие. Насчет боеприпасов не волнуйся. Эта малышка стреляет любым мусором, который можно раздобыть на пустошах. Пепельницами, плюшевыми мишками, да чем угодно. Если понадобится сделать особое оружие, можешь без проблем пользоваться моим верстаком прямо здесь. Все, что тебе надо, это чертеж и детали. Конечно. Удачи в исследованиях! Я просто хочу убедиться, что все будет в порядке. И с тобой, и с ней. Блин. Как Für Да, в чем дело? Не секрет, что водоочистная установка доживает последние дни А я в городе единственный, кто хоть как-то в ней разбирается Я столько времени вожусь с установкой, что меня уже не хватает на устранение протечек в трубах Я не жду многого от чужаков, но если ты разбираешься в технике, то мне не помешает человек, который будет искать и устранять протечки Судя по давлению в установке, я думаю, что трубы лопнули в трех местах Нужно проверить трубы и клапаны, но их не так легко обнаружить Могу, но делать мне нечего, как целый день ползать на карачках и искать течь Стоит не отойти, как этот ржавый очиститель тут же и спустит дух Я отдыхаю только, когда отключаю эту штуковину на ночь А когда воды нет, то и течь не найдешь Надеюсь, ты можешь помочь Если бы в городе знали, как паршиво обстоят дела Даже не знаю, что бы произошло Я присматриваю за водоочистной станцией Эта старая ржавая железяка дает нам чистую воду Пока что Ладно, за работу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Созданных из нашей жалкой грязной плоти Каждый из нас станет матерью Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДианаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДианаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, пожалуй, так и надо поступить. Вот, это все, что у меня есть. Прошу теперь, оставь меня в покое. Прошу теперь. Выпить хочешь? Тогда ты по адресу. Ну, что, заплатишь горстку крышечек за то, чтобы узнать, куда отправился твой отец? Или предпочитаешь искать его самостоятельно? А ведь пустошь и такое опасное место. Ну, как там наша заблудшая овечка, а? Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Предлагаю. Отдаешь сто крышечек, и на том сойдемся. Все не так уж и сложно, да? Твой отец действительно здесь проходил. Но надолго он не остался. Сказал, что у него есть важные дела, и направился в город. Что-то говорил насчет радиостанции новости галактики. Думаю, тебе лучше начать поиски там. Хорошей охоты и спасибо за крышки. Как я и говорил, деточка. Твой отец заходил сюда, но ненадолго. Сказал, что идет на радиостанцию новости галактики. Это на юго-восток отсюда, в Вашингтоне. Отлично. Надеюсь, она получила по заслугам. Не стану тебя задерживать. Тебе что-нибудь нужно? О чем ты думаешь? О чем ты думаешь? Тебе что-нибудь не désromп ели. Почему не measure? На юго-востокス. Тебе не угу? Тебе смотрим на юго-восток. еж-мande. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Загрузка плана на день Ошибка Обнаружена брешь в системе безопасности Пожалуйста, отойдите Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok